День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. В частности, одна из инициатив, сбор подписей, за которые активно ведется, связана с поправками в Конституцию. И цель, насколько я понимаю, это укрепление семьи, ну традиционной семьи. Один из идейных вдохновителей, так я бы сказал, инициаторов этого сбора подписей, сейчас у нас на прямой связи, посредством ЗУМа, это юрист Дмитрий Трофимов. Доброе утро. Доброе утро. Наверное, может быть, начнем с такого вопроса. Я думаю, что, может быть, знакомые вам его часто задают. Ко времени ли сейчас вот такая инициатива, с учетом того, что пандемия, люди заняты совсем другими проблемами и заботами? Вы знаете, я думаю, что такие вещи и такие вопросы, они всегда ко времени. Почему? Потому что, к сожалению, наше общество довольно пассивно в политическом плане и очень часто не хочет принимать решения, которые потом приводят к тому, о чем они очень сожалеют. То есть, простой пример. Мы сегодня позже начали передачу. Почему? Потому что в городе Рига безумные пробки. Почему в городе Рига безумные пробки? Потому что в городе Рига пришли к власти пар прогрессивные, и в результате рисуются велодорожки, ставятся столбики, движение практически невозможно, и все это в пользу, скажем так, велоактивистов, которые, может быть, да, есть 100 человек, которые ездят в городе круглый год. Но абсолютное большинство людей ездит на машинах, на общественном транспорте, и все это радостно стоит в пробке. Вот у нас есть велодорожки, по которым передвигаются два велосипедиста в час, а еще 10 передвигаются по тротуарам, мешая пешеходам. Вот это простой пример. После, скажем так, проблем с Аскани, русскоязычные жители Риги, просто не пошли на выборы. И в результате к власти пришли наиболее активные, вот те, которые хотят навести свои порядки. Это простой пример, как меньшинство, причем очень скромное меньшинство, может навязать свои взгляды на жизнь большинству. Вы поймите правильно меня, уважаемые слушатели, я абсолютно не против меньшинства. Я за меньшинство. Каждый может заниматься, верить во что он хочет заниматься, чем он хочет, делать что он хочет, если это не мешает остальным и не вступает в противоречие с законами Латвии. Поэтому, ради бога, будьте веганами, будьте, не знаю, велосипедистами, будьте электросамокатчиками, будьте еще кем угодно. Но нужно уважать и остальных жителей нашего города и нашей страны. И вот эта инициатива, она как раз и в том же, она не дискриминирует никакие группы населения. Наоборот, она мешает тому, чтобы эти группы населения дискриминировали вас, большинство. Почему дискриминировали? Потому что позитивная дискриминация, это тоже дискриминация. И когда кто-то, декларируя о том, что он веган, гей, велосипедист, автомобилист, мясоед или поклонник, не знаю, приводных наук, он получает какие-то привилегии, это означает только одно. Вы будете дискриминированы. И сейчас это уже происходит. Оно подходит потихонечку. Так называемая тактика соляна. Если люди не могут съесть всю колбасу сразу, они отрезают от нее маленькие кусочки, которые вроде как и незаметны. Но потихонечку... Колбаса-то уменьшается, да. Да, колбаса уменьшается совершенно незаметно для вас. И вот первым, ну не первым уже даже, да, то есть одним из таких хороших кусочков, отрезанных от этой колбасы, стало решение судосатокно о том, что пособие, отцовское пособие по рождению ребенка было предоставлено сексуальному партнеру матери. С одной стороны, вы скажете, ну что такое пособие для ребенка же, да, то есть это ему на пользу пойдет и так далее. Да, для ребенка, да. Вы скажите, почему, пожалуйста, в тех семьях, где, например, в неполных семьях, где, например, мама с маленьким ребенком живут вместе с ее мамой, то есть бабушкой ребенка, почему такое пособие никогда не получала бабушка? Она что, меньше заслуживает? Или ребенок меньше в такой семье заслуживает? То есть обязательно такое пособие должна получить избьянку? Вам не кажется, что вот как раз эта дискриминация? То есть отцовское пособие предназначено для тех семей, в которых рождаются дети. И это основная задача нашей инициативы – помочь тем семьям, в которых дети рождаются. Они не берутся из воздуха дети. У любого ребенка есть отец и мать. И наша задача как раз поддерживать такие семьи и бороться не с выдуманной дискриминацией каких-то групп населения, а бороться за то, чтобы у наших детей были отцы, матери, хорошая среда вокруг, места в детских садиках и поддержка государства. А вовсе не за то, чтобы кто-нибудь получил велодорожку посередине улицы Брюк. Вы меня простите за это сравнение. Да. Вот сторонники, скажем так, умеренного подхода, которые не за этих или за этих, говорят о том, что, в принципе, сейчас в Конституции довольно достаточно защищается семья, как союз мужчины и женщины, как сказано в Конституции. Там чуть-чуть более расширенная формулировка, я как бы так упрощаю. Или вы считаете, что все-таки нет? Знаете, в нашей Конституции все очень хорошо написано. У нас уточнено, что, извините, не семья, брак. Брак, да. Союз между мужчиной и женщиной. Да, да. Но, вспоминаем тактику салями, колбасу начали отрезать с другого конца. А почему бы не пойти, потому что семья это, может быть, все, что угодно. Да? И поэтому приходится уточнять, извините. Сто лет назад, я думаю, что никому в голову не приходило уточнять, что такое брак, что такое семья, что такое страна, что такое народ, другие разные всякие термины. Теперь приходится, да? А сейчас, если это непонятно, даже судье, судье Конституционного суда, судосадок, простите, надо уточнить. Хорошо. Вот мы знаем, что несколько политических сил поддерживает. Одна из них, даже не будем их рекламировать, внесла. Ну, подобные поправки, которые сейчас и ваша инициативная группа просит поддержать население. Может быть, надо было дождаться, чем закончится эта эпопея в парламенте. Здесь, наверное, важно подчеркнуть, если я не ошибаюсь, вы ни в какой партии не состоите, да? Нет. Вообще, лаприс виру бедриба. Сразу хочу объяснить, что виру бедриба – это не общество мужей в том смысле «муж-жена», а мужей в том смысле, что это общество мужчин, которые, как известно, состоят из мужа и чины. То есть муж в русском языке тоже имеет много значений, и как раз вот в этом полном значении этого слова – это виру бедриба. Так вот, у нас 12 человек-основателей, среди них есть многие известные в Латвии люди. Например, профессор Леон Тайванс, синолог, Мартин Капицкий, микрохирург, психотерапевт Янис Озул и многие другие. Так вот, предприниматели, архитекторы, историки, Харри Суманс, например, и другие. Так вот, и никто из нас не состоит в политических партиях, никто из нас на выборы не собирается. И как раз именно наша задача была снять вот это вот политическое напряжение и помочь объединиться всем людям, которые понимают, что ничего не делание в данной ситуации – это очень неправильный подход. Мы хотим всего лишь не дать очередным людям, которые ищут выгоды, получить эти выгоды за счет всего народа Латвии. Вот и вся наша задача. На сегодняшний день, кстати, уже собрано 14 297 подписей. Буквально 5 минут назад проверил. И это за более чем месяц сбора подписей. К сожалению, сбор подписей притормозился, и один из факторов, которые привели к этому – это как раз замалчивание этой инициативы в масс-медии. Например, со стороны русскоязычных масс-медиа вы, Абик, второй человек, который вообще обратился за комментариями, интервью и так далее. То есть была статья в московском «Самсомоле», «Самка-Латвия», и вот это интервью – это второе. В медиа на алтышском языке примерно так же, ну, чуть больше. Может быть, это не столько замалчивание, ну, как я предполагаю. Может быть, это неверие, в том числе и представителей СМИ, в то, что эта инициатива может быть поддержана. Я почему говорю? Ведь мы сейчас можем абстрагироваться от сути самой инициативы, посмотреть, вы тоже, наверное, отслеживали, посмотреть вообще инициативы, которые были в последнее время по сбору подписей «Латвия ЛВ». Я сейчас не беру портал «Манна Баус ЛВ», это отдельная тема. Может быть, просто люди не верят. Мы же знаем, что вот после того неоднозначного референдума по языку в 2012 году, больше вообще у нас до референдума дело не доходило. Было изменено законодательство, и люди просто не верят, что возможно собрать там, если я не ошибаюсь, нужно 154 тысячи подписей с копейками там, да, собрать. Граждан Латвии, кстати. Да, может быть, просто люди не верят? У вас нет такого ощущения, что есть тотальное неверие к возможности самими людьми, ну, простыми гражданами что-то изменить? Вы знаете, я допускаю, но если в отношении СМИ, сначала поговорим, масс-медиа не должны верить или не верить. Масс-медиа, задача масс-медиа – это информировать о наиболее важнейших событиях власти. То есть, если у масс-медиа хватает времени написать статью о том, что где-то видели медведя, да, то написать статью о том, что уже 14 тысяч граждан Латвии проголосовало за изменения к Конституции, на мой взгляд, это все-таки неравнозначные события. Это первое. Второе. Насчет неверия самих граждан. Да, после того референдума были изменены условия, изменены законы. Мне за это нужно сказать огромное спасибо госпоже Аболтине, в кавычках, конечно, потому что лично я считаю, что референдумы – это однозначно благо, а не зло. Любой референдум. То есть, любой референдум – это благо, потому что это как раз и есть прямая демократия, а не представительская демократия. Это та демократия, в которой каждый гражданин имеет право высказать свое мнение. И это мнение обязано быть услышано власти. Если вы не верите в прямую демократию, если вы не верите в демократию вообще, если вы не верите в то, что один человек что-то может изменить, то очень зря. На самом деле, изменить может даже один голос. И, кстати говоря, сейчас все это голосование намного проще, намного эффективнее и занимает буквально пять минут. Достаточно пройти на портал Латвия ЛВ, и если у вас есть интернет-банк, этого уже достаточно, чтобы проголосовать. Ваш голос будет принят и зарегистрирован. Это занимает ровно пять минут, не больше. Я думаю, что пять минут, вне зависимости от того, верите вы в этот референдум, не верите в то, что он пойдет и пройдет. Найдите пять минут просто для того, чтобы проголосовать за то, чтобы потом, когда вас будут увольнять с работы, потому что это место будет зарезервировано за геем, велосипедистом, поклонником Шивы или еще кем-нибудь. Вы вспомните мои слова и нашу инициативу. Вы думаете, такое возможно? Даже такое? Конечно, возможно. Ну, посмотрите, что происходит в Америке, посмотрите, что происходит в Западной Европе. Последними бастионами здравого смысла остались Польша, Венгрия и еще некоторые страны. В остальных позитивная дискриминация, вот этот современный тратскизм, будет так это называть, а хотя вы можете его назвать как угодно, потому что с либерализмом это не имеет ничего общего. Либерализм – это свобода, а это не свобода. Это просто что-то темное, поднимающееся очередной волной на человечество, которое грозит от человечества похоронить. И наша инициатива – это как раз одна из тех маленьких-маленьких складов, ту дамбу, которую мы строим от того, чтобы этот океан этого тьмы не захлестнул у нас. Потому что, еще раз, наша инициатива не о дискриминации, она об отсутствии дискриминации. Если вы будете человека увольнять с работы за то, что он гей, велосипедист или, не знаю, там, веган, я первый скажу, что так делать нельзя, и первый обращусь, чтобы вы были наказаны. Это делать нельзя. Люди достойны уважения, но люди, а не группа населения. И вот защита прав группы – это однозначно поиск каких-то выгод, поиск каких-то политических выгод. И люди, которые этого не понимают. Суду должно быть равноправие. Вот у нас есть право на семью, а у них нет. У нас нет права на однополую семью. Ни у меня, ни у вас, Абик, нет права на однополую семью. Это вообще не семья. Это, скажем так, сожительство. Но сожительство – это может быть, пожалуйста, живите вместе, кто вам мешает. Статья за гомосексуализм, убранная из уголовного закона, еще в кодексе, по-моему, Латвии, в 91-м году, что ли. К тех пор, ну, какая дискриминация? На законном уровне у нас никакой дискриминации нет. Достаточно посмотреть на наших министров. Да, извините, я вас спросил. Нет, нет, вы сказали, что похоронить человечество – это звучало, как бы, ну, так вот, обреченно. Ведь, с другой стороны, вам могут возразить и сказать, ну, есть определенные, это доказано, там, процент людей, которые относятся к сексуальным меньшинствам. Да, не знаю, 10%, 12%, 15%. Ну, вот они были и есть. Будут эти поправки в Конституцию? Не будут. Будут такие права у представителей сексуальных меньшинств? Ну, вот есть определенный процент этих людей, они были и раньше, я так понимаю. Они же никуда не исчезают, да. Так, а я не предлагаю их куда-то исчезнуть или им куда-то исчезнуть. Не, не, вы просто говорите, похоронить человечество. Я пытаюсь объяснить, что когда ресурсы перераспределяются в пользу каких-то, извините, тупиковых ветвей, да, а тупиковая ветвь не потому, что они там плохие или такие, или сетки, да, то есть, но люди, которые, скажем, перераспределяют ресурсы от людей, которые продолжают человечество, в сторону людей, которые это человечество прекращают, то есть, должны понимать, что ничем хорошим оно-то не закончится. Вот вам простой пример. Посмотрите статистику рождаемости по Таиланду и сравните ее с соседними странами. Таиланд – это не Европа. Вы просто найдите, посмотрите, посмотрите, какая там рождаемость, сколько там детей в Сибири и сравните с соседними странами. Таиланд пошел по пути вот такого вот… Вымирания? Ну вот по тому пути, по которому вас ведут, нас ведут. То есть, они тоже пошли по этому пути. То есть, леди-бои, да, то есть, трансформация людей из одного пола в другой пол и так далее. И тому подобное. Ну, вот хороший пример. Европа тоже достаточно хороший пример. Да, рождаемость падала и у нас, и сейчас падает, и во многих развитых странах она падает. Но это как раз свидетельствует о том, что мы что-то делаем неправильно. То есть, если, скажем так, количество родившихся меньше, чем количество умерших, то есть, ну, это путь никуда. И с этим нужно что-то делать. Я не говорю о том, что нужно просто раздавать деньги направо и налево, то есть, но почему бы, например, просто для начала не обеспечить местами в детских садиках всем, кто в этом нуждается. То есть, у кого маленькие дети, в том числе и я, да, то есть, прекрасно знаю. То есть, мой ребенок ждал полтора года очереди. В государственный детский садик ходил в час. А у многих их ждут еще больше. Больше, да, по три, по четыре года ждут. Да, то есть, когда уже приходит премия школы, да, то есть, тогда им предлагают им детский садик. Оно им надо? Уже не надо. Ну вот, а мы сейчас переспределяем ресурсы вместо того, чтобы обеспечить вот этими детскими садами и, соответственно, дать возможность родителям снова вернуться на рынок труда, да. То есть, а так мать вот на шесть лет, да, условно, просто, ну, либо должна семья тратиться на няню или на частный детский садик. Хорошо, там есть само финансирование, но оно полностью не покрывает. Либо среди ребенка. То есть, в любом случае, это удар по не традиционной семье, а по натуральной семье, скажем так, да, близко Диммена. Мы не защищаем традиционную семью. Мы, в первую очередь, защищаем, да, близко Диммена. То есть, та семья, которая основана на нашей натуре, да, то есть, на человеческой натуре, на человеческой природе человека, как живого существа. И в этом нет ничего плохого. В этом нет никакой дискриминации. В этом есть только надежда на то, что человечество будет жить дальше. Те люди, которые хотят вычеркнуть себя из человеческого генома, то есть, ради Бога, это их личное право. Они могут это сделать сто одним способом, да. Но человечество должно думать о себе, а не только о том, что вот у кого-то якобы отняты какие-то права. Вот вы, наверное, тоже внутренне размышляли, все ли вы делаете правильно, правильный ли подход к отстаиванию своей позиции. Нет у вас такого ощущения, что вы в какой-то степени, не знаю, занимаетесь донхиодством, понимая, что вы плывете против течения, мы знаем, какие есть общие тенденции Европейского Союза. И, кстати, представитель Конституционного Суда, когда вот это было принято решение по пособию сожительницы, скажем так, вот матери ребенка, я так вот сложно говорю, но так, политкорректно. Да, ведь представитель Конституционного Суда, комментируя, обморился и сказал вот такую вот фразу, что, вы знаете, ну, ведь это общая тенденция Европейского Союза, и если бы дело дошло, так сказать, до Брюсселя, все равно было бы принято такое решение. Это общая позиция и политика Европейского Союза. Вы упомянули Польшу и Венгрию, но ведь вы видите, что они в абсолютном меньшинстве, и, по крайней мере, новейшая история Латвии показывает, что мы примыкаем как раз вот не к этому меньшинству. Знаете, я уже пожил в одном союзе, который казался нерушимым и так далее. Да, мы все пожили, да. Ну, вот, собственно говоря, мой ответ. То есть, ничего нерушимого нет. Европейский Союз – это тоже нерушимый союз, республик свободных. Относительно того, что я что-то делаю не так, как это делают якобы большинство, ну, во-первых, я не согласен. Я все-таки не то чтобы уверен, но надеюсь, да, что как раз большинство жителей Латвии думает, как я. И то, что я иду против течения, ну, знаете, я не лиминг, чтобы бежать к обрыву и прыгать с него вместе с другими мышами. То есть, я как-то вот хочу жить, хочу, чтобы жили мои дети, хочу, чтобы жили мои внуки, правнуки и так далее. Вообще, за то, чтобы мы, как Вик, выжили. Но при этом жили хорошо, неплохо, естественно. Поэтому еще раз говорю. Да, я за то, чтобы уважали всех людей и не дискриминировали никого. Но позитивная дискриминация, это однозначно плохо. И если Европейский союз сейчас встал на эти рельсы, то ничем хорошим это не закончится для самого Европейского союза, в первую очередь. Ничем. Да, ну вот оппоненты, я-то пытаюсь как бы так вот сразу точку зрения посмотреть, вам скажут, ну ведь от того, что какая-то сожительница получит пособие на ребенка, для ребенка, да, неважно каким образом этот ребенок в этой семье оказался, это уже вопрос на второй, все равно ведь это же неплохо, ну что от этого вот в вашей семье, да, ну от вас же не отобрали это пособие и не отдали вот этому ребенку. Еще раз. Как раз отобрали. Почему? Потому что государство финансирование, опять же, ресурсы, денежные ресурсы перекидывает на то, что не имеет смысла. А смысл поддержки семьи на уровне государства это в первую очередь поддержки рождаемости. То есть вообще задумайтесь, почему семьи, да, то есть его родственники, муж, жена имеют какие-то налоговые привилегии, налоговые льготы и так далее. Кому это нужно? Конечно, наше государство поддерживает любовь, как нам кричат, да, то есть они любят друг друга, да, то есть и так далее и тому подобное. Ну, ради бога, любите. Однополые тоже могут, то есть, ну, извините, люди разных полов тоже могут друг друга любить, при этом не быть семьей. Но государственная поддержка направлена в первую очередь на то, чтобы у нас были дети, чтобы наше государство и наш народ продолжались. И если вот ресурсы с этой поддержки государства, которые направлены именно на это, будут переброшены в другую сторону, то государство развиваться не будет, народ тоже не будет развиваться. Мы будем вымирать. Это понятно просто вот даже по этому одному примеру. Если кому-то это недоступно, ну, вот еще, да, то есть опять же возвращаемся к велосипедистам. То есть построили велосипедную дорожку, огромное количество стоит в пробках, два-три велосипедиста гордо едут мимо. Это вот как раз перебрасывание ресурса с обслуживания большинства на обслуживание интересов меньшинства. И вот это решение, оно именно об этом. Если кто-то не верит мне, что государственная поддержка как раз направлена на повышение демографии, помните программу Китая «Одна семья, один ребенок». Китаем в один момент решили, что им много детей не надо в семье, поэтому они вели страх за второго ребенка, наказание и так далее. Потом за третьего, да. Да. Ну вот, и сейчас, ну, Китай пришел к тому, к чему пришел. А пришли они к таким же проблемам демографии, как и другие развитые страны. Так что, скажем, бояжник в панции Китая сейчас во многом очень надуманно, именно потому что они уже имеют проблемы с демографией, а будут иметь их еще больше. Ну ладно, это еще раз о том, что все льготы, которые сейчас получают семьи, они не потому, что это люди, живущие вместе. Это не потому, что эти люди любят друг друга. Это не потому, что у них есть штамп в паспорте, хотя штамп в паспорте больше нет. Это потому, что государству нужны новые граждане, новые жители, и нужно продолжение себя в будущем. Если этого не будет, значит, не будет ни народа, ни государства. Если этого не понимают политики и судьи Верховного суда, значит, у нас плохие политики и плохие судьи Верховного суда. И пора их поменять на тех, которые это понимают. Я не говорю, что они будут хороши. Я не говорю, что вам нужно срочно бежать и голосовать за партию Н, за партию Ш, за партию Г, или еще за какую-нибудь партию. Ради бога. Голошуте же за кого хотите. Но подумайте, к чему приведут ваши неотданные голоса, или к чему приведут ваши отданные, но не за всех. Вечно я всегда голосую по принципу меньшего зла. То есть я все равно иду голосовать. Я понимаю, что все будет не так хорошо, как мне хотелось бы. Я не верю в обещания политикам. Но я все равно иду и каждый раз голосую. То же самое я рекомендую сделать вам. Хорошая рекомендация. С этим не поспоришь. Тем более, когда мы посмотрим на последние годы, и особенно на прошлые выборы в неочередную Еврическую Думу, которую упомянули, где рекордно низкая явка, 34%. И мне не хочется заниматься каким-то моралите, и учить взрослых людей, как им поступать. Но иногда кажется, что люди не понимают, что если они будут лежать на диване и никуда не пойдут, они почему-то думают, что выборы не состоятся, или власть не поделят. Ведь они просто фактически полностью себя устраняют от влияния на принимаемое в городе решение. Вот и все. Больше ничего еще не произойдет. Именно так. Поэтому то, что вы сейчас стоите в пробках, это исключительно ваша собственная вина. Уважаемые рижане. Да, вот уважаемые рижане. Я вот на днях давно, там просто не было такой необходимости, не проезжал мимо улицы Дунтес, но это та улица, кто не знает, где вот с правой стороны самый такой известный объект с Института роматологии, с левой стороны там Скаймор, и дальше идет дорога по Твайка, и дальше там можно ехать в Эцмилгравис, в Чеково-Канс. Ну, то есть довольно ключевая улица для тысяч рижан. И вот я с удивлением обнаружил, что там успели, правда, еще знаки не поставили, но уже успели нарисовать, надо было догадаться, на улице Дунтес велодорожки в обе стороны. То есть в результате осталось по одной полосе в каждую сторону. Понятно, что начиная с четырех часов там мертвая пробка стоит, ну, видимо, от Виадука. И о чем думают вот эти чиновники или там политики, которые принимают это решение, зная, что, во-первых, скорая должна подъехать к этому институту роматологии, видимо, только по тротуару надо будет проезжать. Там есть главная станция неотложной медицинской помощи, где скорые, допустим, как будут теперь проезжать в час пик Вицмилгравис и в Чеково-Каунс. Объезд через Браса я не понимаю. Вот, и я вот стоял тоже в этой мертвой пробке, но один велосипедист действительно за эти полчаса проехал. Ну, это же какой-то абсурд. Ну, я уже тоже успел это заметить, потому что как раз мои друзья тоже, которые работают на Думпус, то есть они уже опубликовали эту информацию. А один из моих других друзей очень черненько пошутил на эту тему, но удачно. Потому что это как раз правильное место для велодорожки. Институт роматологии как раз рядом. Можно просто донести. Но это как раз, да, свидетельство о том, что власть принимает необдуманные решения и, опять же, в пользу меньшинства. Да. Вот это меньшинство... Меньшинство, которое вообще... Да, то есть не близко. Да. Вот сторонники вот этого, я бы сказал, широкого понимания семьи, я так дипломатически выбираю выражение, они ведь что говорят? Если так послушать, вроде в этом есть тоже свой резон. Они говорят, ну как, ну мы же за все семьи, вот вы упомянули, что вот есть мать-одиночка, которая воспитывает ребенка. Ну, значит, где-то же все-таки был отец, был же, да, ведь ребенок просто так, как вы понимаете, с неба не упал, у него ни айс принес, да. Мы, люди взрослые, все понимаем. Но, тем не менее, осталась мать одна, бабушка ей помогает. Мы не против, пускай пособие будет и бабушке, ведь они не говорят, что пособие должна быть только геем и лесбиянком. Они говорят, пускай будет и бабушке, и дедушке. Да, здесь есть один маленький нюанс. Нюанс заключается в том, что, как бы, ребенок, то есть вообще считают, что пособия именно для ребенка предназначены, они должны быть одинаковые. То есть все деньги, которые идут ребенку, они должны быть именно на ребенка, и неважно, где этот ребенок и что. Да, да. Но, если мы говорим о каких-то льготах, то есть и налоговых, и пособиях для каких-то других семей, якобы семей, то есть еще раз, бабушка с мамой, они детей рожать не смогут. Вы меня простите. Такую семью, да, мы тоже будем поддерживать и поддерживаем, потому что это, скажем так, это все равно нормальная семья. Там был отец, то есть этого ребенка. И причины, почему мать осталась одна, они могут быть самые разные. Не обязательно мать. То есть, ну, ладно. Есть и отцы-одиночки. И причины этого могут быть разные. Могла умереть, ну, умереть, да, субтитры. Мог развестись, то есть мог вообще как бы не зарегистрировать брак. Это, кстати, еще одна проблема. Потому что у нас как в старой советской статистики, да, то есть количество женщин, считающих, что они замужем, гораздо меньше, чем мужчин, которые считают, что они женаты. А, и приравнивать незарегистрированное служительство к браку, это тоже не совсем логично с моей точки зрения. А это я сейчас свою личную точку зрения высказываю. Да. Но, еще раз, то есть нам нужно поддерживать те стеми, которые создают устойчивую модель для детей. То есть ребенку необходимы и отец, и мать. Неполные семьи. Это несчастье. Это проблема. Это проблема, которую нужно решать и в которую нужно вкладывать деньги. как в воспитании, так и в информировании общества, так и в решении проблем таких семей. Да, их нужно решать, но это еще раз говорю. То есть это все все равно, это все, что относится к естественной, к природной семье, к натуральной семье. Это те семьи или те служительства, которых дети родились. Еще раз повторюсь, мы за всех детей, мы за то, чтобы помогать всем детям одинаково. Но детям. А если мы говорим о каких-то налоговых льготах для сожителей, бабушек, дедушек и так далее, мы можем, конечно, принять такие льготы вообще для всех и в этом дискриминации не будет. Например, почему бы нам с вами, Абик, не объявить себя в каких-либо сексуальных отношениях и получать льготы? Хорошая же идея. Я думаю, что совершенно немалое количество людей и этими идеи воспользуются. Но что в этом хорошего для общества и для государства? Что? Что с того, что, например, мы с вами друг к другу сможем оставить наследство по минимальным налоговым тарифам, по минимальным налоговым ставкам. От этого станет лучше кому-то? Нет. От этого станет лучше или мне, или вам. Но остальным от этого не будет. Ничего хорошего. Поэтому еще раз говорю, любая поддержка каких-либо образований сожительств вне натуральной, естественной семьи не приведет ни к чему хорошему. детей нужно поддерживать в любом случае. Да. Вот тогда, может быть, того, с чего мы начали, к этому вернемся, в завершение эфира, может быть, несколько слов на русском языке. Как бы вы сформулировали вот эти поправки и эти предложения в Конституцию? Как это звучит? Ну, приблизительно хотя бы. Я понимаю, что на память, может быть, может быть, у вас нет текста, но вот чтобы люди понимали, о чем идет речь. Так, ну, давайте я все-таки этот текст, переведенный на русский язык, постараюсь быстро найти, раз уж мы об этом заговорили. Так. Одну секундочку. Значит, это изменение 110-й статьи соответственно, и звучит оно так. Государство защищает и поддерживает брак, союз между мужчиной и женщиной и семью, в основе которой супружество, кровное родство или усыновление. То есть, обращаю внимание, а то здесь речь идет и о том, что это и неполные семьи, и те семьи, которые адаптировали детей. Государство защищает права ребенка, в том числе и права расти в семье, в основе которой мать, женщина и отец, мужчина. Государство защищает права родителей и их свободу обеспечивает их воспитание согласно своими религиозными и философскими убеждениями. Это, кстати, еще одна важная фраза, я вам потом немножко еще об этом скажу. И государство проявляет особую заботу о детях с инвалидностью и родителях, которые о них заботятся, о детях, оставшихся без попечения родителей или пострадали от насилия, а также о многодетных семьях, матерях и отцах, которые заботятся о детях без участия второго родителя. А, значит, еще одну вещь забыла. Хороший пример. Наверное, многие знают, что в Латвии существует такая карта 3+. Сейчас она называется Годы Диммеля. И эта карта выдавалась тем семьям, у которых трое детей несовершеннолетних, недостатков. Ну, фактически многодетные в нашем понимании, да. Да, ну, в наших условиях многодетные. Так вот, почему никто из семей, в которых двое детей, да, или в которых двое детей малолетних, а третий уже взрослый, да, то есть, не говорят о том, что их дискриминируют. У этих семей 3+, гораздо больше всяких разных льгот, то есть, и налоговых, и пособия, и так далее, и тому подобное. Почему никто не говорит, что вот человек, семья с одним ребенком, она дискриминирована? Потому что все понимают, да, почему эти семьи получили эти льготы. А вот судья Сатверсна, судья Сатверсна, Осипова, Сандра, не понимает. И это очень обидно. Второе. Относительно того, что защищает права родителей и свою свободу обеспечивает их воспитание согласно своими религиозными и философскими убеждениями. Это вот как раз о том, что в школах приносят книги о том, что Карл стал Карлиной и так далее, и родители ничего не могут, никак не могут на это повлиять. То есть, инвазивность вот этого мышления о том, что все меньшинства имеют какие-то большие права, чем большинство, то есть, оно проникает в школу и, извините, выполаскивает мозг нашим детям. И здесь как раз мы считаем, что родители должны иметь право воспитывать своих детей согласно своими религиозными и философскими убеждениями. Если вы атеисты, ради Бога, вы имеете полное право воспитывать детей как атеисты. Если вы верите в Бога, опять же, вы имеете на это полное право. Если вы консерватор, значит, никто не имеет права тащить ваших детей на занятия радужные и воспитывать их в духе шестицветной радуги. Поэтому, еще раз, это на самом деле очень важные поправки, и они, они очень важны как раз для того, чтобы прекратить вот это вот потихонечку, потихонечку откусывание от прав большинства по маленьким кусочкам. Как-то так. Ну что ж, это как раз информация, может быть, для размышлений, для раздумий. Понятно, что все дискуссии еще впереди, но, может быть, такой последний вопрос. У нас времени мало, если можно коротко. Вот, допустим, будет принять до этой поправки или путем дальнейшего референдума, если будет собрано необходимое количество подпись, или в парламенте, если не этого созыва, то следующее, может быть, будет большинство вот таких предложений, вот аналогичных вашим. И что это в результате поменяет, в конце концов, ну, скажут, ну, а чего? Все равно, ну, можно этим помочь, этим помочь, этим помочь. Принять закон, пример, о сожительстве, которого не противоречит. Скажем, это же не брак, это не семья, это закон о сожительстве. Ну, мы же понимаем, два юриста, там, три мнения, условно говоря. Знаете, когда мне вот об этом говорят, я говорю сразу. А почему задаю вопрос о политике, которые это продвигают? Каждый закон имеет, есть такое требование, да, в регламенте, то есть должно быть обоснование, как это будет действовать на бюджет. Да. Вот я хочу видеть, да, я хочу видеть, как вот этот вот закон о сожительстве будет действовать на бюджет. И за чей счет, да, то есть это вот блага сожителям будут приняты. Не забывайте, что бюджет, он не резиновый, то есть он имеет какой-то объем. И если из этого объема благодаря этому закону будет убран какой-то кусок, он будет компенсирован за счет чего-то другого. За счет, например, того же самого строительства детских садов или там ремонта детских садов. За счет пособий, за счет пенсий, за счет медицины. Сами подумайте, за счет чего это будет компенсировано. и соответственно действовать. Подумаем, как раз будет время. Дмитрий Трофимов у нас был на прямой связи посредством Зума. Мы говорили об интересной такой инициативе, которая внесена, и ее можно поддержать на портале Латвия ЛВ, изменения в конституцию по защите семьи в традиционном понимании. Большое спасибо.